Начнем с главной новости по поводу похищения моих родственников в Чечне. Я думаю, они сами тоже прекрасно понимают, что я не отступлю, что так они мне рот не закроют. Просто они сейчас пытаются хоть на ком-то оторваться. Не здесь, не на бот обратной связи, ничего подобного не пишите. Подобные трусливые советы, они очень сильно мешают в момент, когда нужно наоборот проявлять. Решимость. Трусы-советчики это самые плохие советчики. Поэтому я вас буду просто игнорировать. Начнем с главной новости по поводу похищения моих родственников в Чечне. Как оказалось, похищены были не только мои родственники, а это оказалась вообще такая целая акция. Массовая и похищены родственники практически всех блогеров, общественных деятелей, которые так или иначе критикуют российскую власть в Чечне или российскую власть вообще в целом. Я узнал об этом 22 декабря ночью. Мне сообщили о том, что глубокой ночью приехали военные люди в дома к моим двоюродным дядям, проживающим в селении Чериюрт. И забрали трех моих дядей, дещичь по-чеченски, это люди из моего рода, из нашей фамилии. И забрали сына одного из моих дядей, то есть моего троюродного брата, молодого парня. Затем, чуть позже я узнал, что приехали также к моим родным дядям со стороны матери, то есть двум братьям моей матери в селении Старой Атаги. И их тоже забрали. Причем в этот раз всех забирали очень жестко, с применением силы, со всеми вот этими устрашающими факторами. Далее, еще чуть позже я узнал о том, что похищена моя двоюродная сестра, дочь недавно умершего моего дяди, то есть отца, родного брата моего отца, и ее сын. По всей видимости, сын находился в момент похищения вместе с ней, поэтому их забрали вместе. Также я узнал чуть позже, что был похищен мой двоюродный брат со стороны матери. То есть сын сестры моей матери. Его даже избили при похищении. Попала даже его тетя со стороны отца. Ее тоже они еще как-то ударили, опрокинули, в общем забрали этого парня. Также сейчас последняя поступившая информация, что они продолжают искать еще каких-то родственников, которых, не зная по какому принципу, они их забирают. То есть они не всех моих родственников забирают, а каких-то именно определенных, а по какому принципу они их определяли, что их нужно забирать и для чего они вообще в принципе их забирают. Я понятия не имею. Они продолжают эти поиски. Я хочу сказать по поводу похищенных именно людей. Среди них есть люди из моего рода, из моей фамилии. Но есть также люди, которые не имеют вообще никакого отношения к нашей фамилии. Да, они имеют какое-то родство со мной, но не несут никакой ответственности за меня. Как в принципе и люди из моей фамилии не несут никакой ответственности. Но даже если предположить, что вы бы действовали по принципу, там, одна фамилия, давайте теперь отвечайте за своего отпрыска, даже вот в этом ключе эти люди не подходят под то, чтобы за меня отвечать. Как, например, сын моей двоюродной сестры. Он вообще не имеет к нам никакого отношения. Это сын своего отца. Он вообще на другой фамилии. Формально, я не знаю, по документам может быть у него и наша фамилия, но это формальности. В чеченском обществе они не имеют никакой роли, эти формальности. Это человек вообще принадлежащий другой фамилии, другому роду. Почему вы похитили этого парня? Так же и мой двоюродный брат со стороны матери. Это тоже человек из другого рода, из другой фамилии. И более того, это человек, которого я никогда не видел в глаза даже. Я не знаю его. Может, если даже я его видел, то, наверное, когда он был совсем маленький. Сейчас это, по всей видимости, молодой парень, никогда со мной не общавшийся и ничего общего со мной не имевший. То же самое касается и моих дядей со стороны матери. Какое они имеют отношение ко мне или влияние на меня. Хотя, в целом, даже эти мои дяди из моей фамилии, они тоже не имеют никакого влияния на меня. И, в принципе, я думаю, вы это прекрасно знаете. Для чего были похищены эти люди и что теперь, чего нам ждать? Вы их очередной раз покажете по телевидению, заставите ругать нас. Вы их будете пытать просто так, чтобы хоть на ком-то оторваться. Или вы их, я не знаю, публично казните. Или что вы сделаете? Я даже не знаю, чего от вас ожидать. В общем, мы сейчас просто ждем и наблюдаем. Но, как оказалось, забрали не только моих родственников. Чуть позже мы узнали, что были также похищены родственники, двойные братья Мансура Садулаева. Также родственники еще ряда каких-то блогеров или общественных деятелей. В общем, акция какая-то масштабная. По всей видимости, что-то, какой-то меры, какие-то новые меры воздействия на нас. Они думают, что они придумали и хотят их как-то осуществить. Но я уверяю вас, что, по крайней мере, со мной это точно у вас не сработает. Вы зря стараетесь. Судьба похищенных людей мне неизвестна. Где они находятся, я не знаю. Что с ними сейчас происходит, мы можем только догадываться. Ну и будем делать дуа. Делайте дуа, чтобы Аллах укрепил этих наших родственников и облегчил им их участь и освободил их из рук этих беззаконников. Какая разница, какого они рода? Их похитили российские силовики, кончай, сводить это к чеченским традициям. У нас нет таких обычаев. Разумеется, нет. Я-то это и подчеркиваю. Но я имею в виду, даже если мы попытаемся как-то войти, понять их логику, их действий, даже все равно в эту логику никак не умещается похищение сына, моей двоюродной сестры, похищение моего двоюродного брата. Ну, с такой же, наверное, легкостью, по такой же логике, можно похитить моих одноклассников. Ребят, которые со мной в детский сад ходили, жили со мной в одном дворе, по соседству где-то. Салам мне давали где-нибудь в парке Грозного. Они, наверное, имеют ко мне ровно такое же отношение, как и эти люди. Томсо, возникают ли у тебя мысли отступить? Ну, конечно, нет. Если бы я готов был бы отступить, то они давно уже меня заткнули бы. Меры воздействия, это же не первый раз они так пытаются на меня воздействовать. Конечно, нет. Я думаю, они сами тоже прекрасно понимают, что я не отступлю, что так они мне рот не закроют. Просто они сейчас пытаются хоть на ком-то оторваться, я так думаю. Томсо, как думаешь, что я конкретно разлила? Слушайте, я поначалу вообще не понял, честно говоря, потому что предпосылок каких-то для этого вроде как не было. Я вообще молчал до этого, никаких даже чатов не проводил. Единственное, мой брат опубликовал ролик, который назывался «Неужели ты и струсил Иудов?» Вроде он там не говорил ничего такого, что не было сказано до этого. Я сначала связал это с этим роликом, подумал, неужели он такой разозлился и решил сразу оторваться на моих родственников. А уже на следующий день, когда я узнал, что это такая масштабная акция, она коснулась не только меня и моих родственников, но и всех, тогда я подумал, что, ну нет, по всей видимости, здесь дело, наверное, не в ролике, а либо они заблаговременно планировали эту акцию, либо спонтанно что-то там их по дешаку пришло в голову в эту ночь, и он выдал какую-то, наверное, информацию, гениальный очередной план, и они решили его так сразу, наверное, реализовать. Япон, ассаламу алейкум, брат, пусть Аллах укрепит тебя, твоего брата Хасана и также всех остальных, чьих родных подвергают сейчас пыткам. Пусть Аллах унизит этих беззаконников. Ва алейкум ассаламу, аламату Аллаху баракату, амин, бараку Аллаху фиг, брат Япон. Все пройдет, и эти дни пройдут, брат Тумсо, желаю тебе терпения. Тумсо, надо отступиться ради родных, они невиновны, надо проявить сочувствие к своим родным, что в руках кадыровцев. Эти модеры, любой, кто будет писать что-то подобное, отступить, замолчать, сразу в блок. Имейте в виду, это как раз их люди. И любой, имейте в виду, я предупреждаю, тот, кто здесь будет что-то подобное писать, вас заблокирует. Ни здесь, ни на бот обратной связи, ничего подобного не пишите. Подобные трусливые советы, они очень сильно мешают в момент, когда нужно, наоборот, проявлять решимость. Трусы советчики, это самые плохие советчики. Поэтому я вас буду просто игнорировать. Субтитры создавал DimaTorzok